Библейский портал экзегет.ру представляет 15 глава книги «Иудиф» читаю для библейского портала «Экзегет» Синодальный перевод Ну вот 15 и 16 как бы дополнение такие книги Все самое главное состоялось «Иудиф прокралась в стана Аллаферна, уединилась с ним в шатре якобы для романтической ночи Но отрубил ему голову, когда он спал пьяный на постели Голову эта принесла израильтянам, они ее повесили на свою городскую стену А сирийцы обнаружили, что их военачальник мертв Понятно, что после этого их войско небоеспособно А в те времена очень сильно зависело войско от своего военачальника Он был как бы духом этого войска Если он вдруг погибает, тем более позорно от руки женщины Это значит, что никакой силы за ними не осталось Когда бывшие в шатрах услышали о том, что случилось, то смутились Имеется в виду это сирийский лагерь И напал на них страх и трепет И ни один из них не оставался в глазах ближнему Но все, не бросившись, бежали по всем дорогам равнины и нагорной страны То есть войско рассыпалось, разбрелось Оно больше не войско, а толпа дезертиров И расположившиеся лагерем в нагорной стране около Витилуи Также обратились в бегство Витилуи город, где все это происходило Тогда сыны Израиля, каждый из них воинственный муж, погнались за ними Озия послал Ветомасфем, Виваю, Хаваю, Халуя, все пределы израильские То есть другие маленькие города Чтобы известить о свершившемся Чтобы все погнали за неприятелями для истребления их Как скоро услышали об этом сыны Израиля Все дружно напали на них и поражали их до хувы Равно и пришедшие из Иерусалима и всей нагорной страны Как им возвещено было о том, что случилось в стане врагов их И из Галаада и Галилеи Со всех сторон и насили им большое поражение Доколе они не прошли за Дамаск и за пределы его То есть очень далеко от Дамаска И тогда столица Сирии и соседней страны Прочие жители Ветилуи напали на стан Ассирийский Разграбили его весьма, обогатились А сыны Израиля, возвратившиеся от поражения Овладели остальными и села и деревни в нагорной стране И на равнине получили большую добычу Потому что ее было весьма великое множество Казалось бы, это уже такая проза Что победили, всех убили или прогнали Разграбили лагерь Но это часть войны Вот здесь нету такого исключительно Вот такого благочестия умильного А все как на войне и бывает Великий священник Иваким И старейший на сынов Израилевых Живший в Иерусалиме Пришли посмотреть, какое благо сотворил Господь для Израиля Видеть иудив и приветствовать ее Смотрите, первосвященник из храма Приходит в провинциальный городок Какую-то бедную вдову приветствовать То есть иерархия не так важна Там, где вмешивается Господь Там, где он творит чудо руками Самого простого, неприметного человека Вдова Это же слабая женщина Самая слабая из всех женщин У нее даже нет мужа, покровителя, защитника И вот она оказалась самой сильной Сила не в оружии Не в тактических приемах Не в политическом каком-то превосходстве Как только они вошли к ней То все единодушно благословили ее И сказали ей Ты величие Израиля Ты великая радость Израиля Ты великая слава нашего рода Все это ты сделала Твоей рукой Ты сделала добро Израилю И да благоволит к нему Бог Будь же благословенна от Господа Вседержителя На вечное время И весь народ сказал Да будет Тоже вот величие словословия Которое ей возносится В таких формулировках Которые редко кому там Из пророков выпадают Ты величие Израиля Народ расхищал лагерь осирийцев В продолжении тридцати дней Иуде Феодоле шатерал Аферной Все серебряные сосуды И постели, и чаши И все утро его Она взяла, возложила на мула своего Запрягла колесницы свои Сложила это на них Ну вообще-то По обычаям войны Трофеи это то, что ты Отобрал у поверженного врага Да, вот У нас словом трофеи Называется все что угодно А это в принципе Вот в поединке с врагом Ты его сразил Его оружие, его доспехи И все, что при нем Оно твое Ты отобрал их мечом Иуде Феодоле Мечом убила Алаферна Все то, что принадлежит Алаферну Ее Ну и да Не пренебрегает Уставатель этими мелкими Меркантильными подробностями Избежали все жены израильские Видеть ее Благословляли ее Составили из себя для нее хор Она взяла в свои руки Обвитые виноградными листьями Жезлы И дала женщинам Бывшим с нею И возложили на себя Масличные венки Она и бывшие с нею Она шла впереди всего народа В хоре И вела за собой всех жен За ней следовали все мужи израильские Вооруженные с венками И с торжественными песнями в своих устах Иудиф начала пред всем Израилем Благодарственную песню И весь народ подпевал эту песню А песня будет в 16 главе Следующей Но важно, что здесь вот такой хоровод Причем женщины впереди Поскольку Иудиф женщина И один из тех примеров Их в Библии довольно много Где привычная иерархия Несколько изменяется Где человек не остается на том месте На котором он От века, что называется Но он может занять другое В зависимости от того Избрал ли его Бог И принял ли он это избрание И действовал ли он в соответствии с ним Ну а песня, как я уже сказал В следующей 16 главе Субтитры сделал DimaTorzok